Казанский университет заметно улучшил позиции в глобальном рейтинге QS. Крупнейший международный симпозиум по компьютерным наукам стартовал в КФУ. Из легенды в реальность. Все тайны жизни и творчества известного поэта как на ладони. 8 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся видеомост «Москва-Владивосток-Лондон», посвященный 12-го рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2017-2018. Одним из участников в Москве стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Предлагаем посмотреть кадры, которые мы получили только что. И вот все федеральные университеты в этом рейтинге тоже продвинулись, что в принципе очень отрадно, поскольку это говорит о том, что принятое решение о создании федеральных университетов все-таки было правильным, поскольку в самом начале в этих рейтингах мы были где-то в конце, там 700 плюс 800. А сегодня мы приблизились к нашим коллегам, которые представляют и технические вузы, в частности Казанский федеральный университет занял позиции 441-450. То есть мы достаточно динамично движемся. Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильно оказалась, хотя в результате создания федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов. Одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, регионы. Это прежде всего привозки федерального округа, и мы участвуем в проекте глобальной конкуренции. Возвращаясь к рейтингу составленной британской консалдинговой компанией QS, Казанскому федеральному университету удалось заметно улучшить прошлогодний результат. Об этом нам расскажет наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Казанский федеральный университет заметно поднялся в глобальном рейтинге QS World University Rankings 2017-2018. Вузу удалось войти в группу 441-450, улучшив свои позиции на 60 пунктов. Наилучший результат среди российских университетов показал Московский государственный университет имени Ломоносова, разместившийся на 95-м месте из 959. Среди российских вузов КФУ сохранил 12-ю строчку рейтинга. В целом большинство российских вузов продемонстрировали хорошую динамику рейтинговых показателей. Так улучшить свои позиции удалось 14 из 24 вузов. При составлении рейтинга 2017-2018 годов была изменена методология. Прежде всего, выравнивание весовых коэффициентов для местных и зарубежных работодателей. Ранее весовые коэффициенты составляли 30,70% соответственно. Также увеличение периода учета цитирования и публикаций до 6 лет. В этом году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 27,9, что на 3,6 балла выше прошлогоднего значения. Рост рейтингового балла обусловлен положительной динамикой репутационных критериев, репутацией у работодателей, а также долей иностранных студентов. Елизавета Евтифеева, Универньюс. Ученые более чем из 10 стран мира приехали в Казанский федеральный университет, чтобы принять участие в 12-м международном симподиуме Computer Science Russia 2017. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 8 июня в Казанском федеральном университете стартовал 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017, который является одним из престижнейших мероприятий в России, посвященный развитию и применению компьютерных наук. Сфера информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся, но этот успех возможен исключительно благодаря достижениям в области математики и компьютерных наук. Наш симпозиум, который в переводе с английского означает «Симпозиум по компьютерным наукам», и является площадкой, где собраны ведущие специалисты. Принять участие в симпозиуме приехало более 50 участников с ближнего и дальнего зарубежья. Основная задача Computer Science in Russia 2017 заключается в обмене опытом и новейшими знаниями в квантовой информатике, биоинформатике, теории сложности вычислений, теории алгоритмов. Это уже 12-я конференция, которая проходит в России. Основная цель этой конференции – идентификация взаимодействия международного сообщества и развитие подобных международных связей между учеными. Организатором симпозиума в этом году выступает Казанский федеральный университет при поддержке Европейской ассоциации теоретической информатики и компании «Яндекс». Стоит отметить, что 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017 будет проходить с 8 по 12 июня. Диана Шилова, Льнард Влитяров, Универньюз. 8 июня в Казанском федеральном университете прошел круглый стол. Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия. Мероприятие выступило в роли площадки для воспитания политической культуры и гражданского сознания студенчества. Подробности узнавала Аурелия Сташкова. Смотрим. 8 июня в Казанском федеральном университете прошел круглый стол. Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия. Приурочный к празднованию Дню Победы. На мероприятии подвели итоги реализации программы развития гражданского патриотического воспитания студенческой молодежи. Также студенты презентовали свои проекты патриотического содержания. Это день, который должны взяться все за руки и сказать, Россия, мы тебя любим. Наверное, можно так говорить, можно так предполагать, но главное чувственное восприятие тех вещей, которые есть у нас в обществе. Россия – это государство, большое, огромная география, с большим соревнованием городов, российский народ, но у нас очень много национальности. И это город. У нас есть своя культура, у нас есть свои традиции. И вот, что нужно беречь и хранить. Много ли патриотов среди современной молодежи? И все-таки, да, много молодых людей любят свою родину, знают и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее будущее. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. В Аркском районе республики студенты детского университета попали в легендарное место, где ребятам удалось встретить мифическое существо из татарских и башкирских сказок, в народе известное как шурале. Чем запомнилось путешествие в село Кырлай, расскажет наш корреспондент Аделя Шамилова. Учебный год в детском университете уже закончил свою работу, но тем не менее юные студенты продолжают открывать для себя что-то новенькое. На этот раз ребятам удалось побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Село Кырлай – это место, где прошло детство, где жил и творил великий татарский поэт, называемый в народе татарским Пушкиным. Здесь ребята воочию убедились, что село с трепетом бережет традиции татарского народа. Состоялся выезд студентов-волонтеров детского университета, которые учатся в институте международных отношений совместно с детьми, не со всеми детьми детского университета, а теми, кто являются победителями конкурсов. Первой точкой, куда отправились юные студенты, стал музейный комплекс Габдуллы Тукая. Здесь так и видят особой волшебной атмосферы и красивых татарских сказок. И чем дольше ты здесь находишься, тем больше себя ощущаешь их героем. Музей полностью передает атмосферу детских лет Тукая, которые прошли в селе Кырлай. Небольшая деревушка стала местом вдохновения на создание мелодичных и народных произведений. У меня впечатление очень хорошее. Мне понравился музей. Там очень интересный экспонат. Я узнала, как жил Габдулла Тукай. А далее ребята отправились в сказочный сад музея, где растут те самые сказочные ели и сосны, упоминающиеся в поэме Тукая Шурале. Прогуливаясь по парку музейного комплекса, можно с легкостью наткнуться на вот таких персонажей, которые, кстати, являются героями любимых детских сказок будущих студентов Казанского университета. На берегу речушки Ие среди кудрявых берез юных гостей музея ожидала сказочная героиня Тукая Водяная. И кажется, что водная дива устремленным взглядом смотрит на ребят, приветствуя пришедших к ней гостей. Мне очень нравится эта сказка, потому что она такая добрая, учит, что не нужно красть, нужно сознаваться всегда. В рамках обучения в детском университете юным почемучкам уже удалось побывать во многих легендарных местах республики. И, конечно же, на этом их путешествие не заканчивается. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На сегодня это все новости студенчества. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова